И всем привет, ребят! Сегодня у нас не совсем обычное видео, потому что не будет никаких советов по рисованию, ничего не будет связано с рисованием. Сегодня мы развлекаемся и ставим себе диагнозы с помощью тестиков из интернета. Да, это очень умная идея пришла ко мне буквально в тот момент, когда я проходила все эти тесты и подумала, блин, а кто-то же реально на полном серьезе, ну, ставит себе диагнозы, пройдя пару тестов в интернете. И я решила пройти два теста, чтобы посмотреть, что они мне покажут. На самом деле, без понятия я их еще ни разу не проходила. Вы можете прочитать вот инструкцию. Мы начнем, потому что, знаете, мне интересно, насколько сильно я шизик и все такое. Опять же, по мнению интернета, не то, что я очень серьезно к этому отношусь. Сперва берите тот, который вы хотя бы относительно предпочитаете всем остальным, затем который покажется наиболее симпатичным. Ну, давайте попробуем. Стремление к целостности и совершенству, борьба рационального с рациональным. Тревога за себя, переходи к тревогу за все человечество, стремление улучшить людей. Из-за того, что выделяется своей мудростью, так и остается в жизни одинокими странниками. Ааа, come on! Черт, по мнению интернет-теста, я останусь одна на всю свою жизнь. Логично, логично. Доверить на связь, прилипание и привязанность к прежнему объекту. Это есть такое. Окей. Мотивация избегания неуспеха так же высока, как мотивация достижения, что создает внутреннюю напряженность. Повышенная конфликтность, внешне-меняющий тип реагирования. Выбор профессии. Химик, инженер, музыкант, художник. Окей. Мы попали в выбор профессии. Болезненная деформация лечения. Паранойя, шизофрения. И вот это я не прочитаю. Окей. Я ничего не понял, но, судя по всему, все не так плохо. Не считая того, что, возможно, когда-нибудь я стану шизофреником или кем-то таким. Цветовой тест вот этот я выбрала как раз потому, что подумала, блин, это что-то прикольное, нужно попробовать. Как этот цвет больше... Ну, это точно то же самое. Какой из этих пяти цветов мне кажется вам наиболее симпатичным? Мне нравится вот этот. Окей. Вы открыты и готовы к установлению прочных контактов, преследуя при этом поставленные цели с неполюки. Непоколебимым портом. Я не умею читать, забыли. Вы не станете далее справиться с избытком волнений и затруднений. Порой приходите в течение и тешите себя мыслью о возможности порвать смучительные ситуации. Вы хотели бы скорее свободиться и обрести долгожданное облегчение. Но знаете, пока все в целом подходит. Выбрите эти связи, воспринимая вам как неудовлетворяющие и полные проблем зависимости. Настойчиво избегайте сердечно привязанных, и хотели бы безопременяющего мучительного самопожертвования беззаботно снаждаться счастьем. Вот это, наверное, самое близкое из того, что мы здесь читали. Я после некоторых событий теперь вообще не хочу ни с кем сближаться. Так что в жопу, в жопу зависимость от людей. Я типа очень сильно зависима от близких, но я буду теперь более тщательно выбирать силе таких. Вы напряженно пытаетесь справиться с ситуацией для того, чтобы самоутвердиться, умеете прекрасно на всей ситуации, если речь идет о выполнении вам из собственных намерений. Жизненно! Все, что касается моей работы и рисования, идет у меня просто... Ну вот, вот так вот идет. Я все иду и делаю, а все, что касается всего остального, ну, очевидно. Вы, чистое, должны продолжать борьбу с пренебрежительным к себе отношением и открытой эксплуатацией другими. К несправедливым требованиям окружения партнеров вы испытываете явное отвращение, а потом вы занимаетесь выраженной оборонительной... Я такой токсик, когда на меня нападают или когда нападают на моих близких, я... Я сразу становлюсь в оборону. Это да. До сих пор вы должны содержать возбуждение агрессивности, однако из этого вы теряете спонтанность. Окей, вы чувствуете, что попали в ситуацию оскорбительного непонимания. Вы воспринимаете это, не понимая, как бессердечный отказ от близости, как обиду и как использование вашей доверчивости в интересах других. Мне постоянно кажется, что кто-то пользуется моей доверчивостью, ну да ладно. И да, теперь я соблюдаю дистанцию, а это правильно. Желаемый цель средств эмоционального поведения. Окей. Вы сможете добиться в ледисти и особого признания. Окей, окей. Встретитесь к тому, чтобы все видели в вас необыкновенную, незарядную личность. Окей. Я этот тест, этот тест, я к нему была типа очень скептически настроена, но здесь типа очень много того, что про меня. Я люблю, когда ко мне относятся как-то по-особенному, что ли. Не важно, типа, о ком идет речь. Просто не так, как другим людям. Это важно для меня. И мне нужно... Вот этот весь абзац, это надо просто скопировать и повесить на стену. Весите необременительных контактов, которые бы возбудили ваше чувство и воображение. Есть такое. И ненавижу обязанности, это правда. Итак, окей, здесь не было никакого конкретного диагноза, здесь был чисто разборчик меня, так что не получится, не получится сделать ничего конкретного, показать вам, да. Но я еще перед этим пару дней назад проходила тест на... типа на наличие депрессии, и этот тест показал, что у меня типа депрессия средней тяжести или что-то около такого. Ребят, я ко всему этому отношусь, конечно, типа, вау, прикольно, тест, но я понимаю, что большинство этих вещей пишутся чисто так, чтобы попасть в, так сказать, в самую душу, в самое сердце, но вы поняли, то есть психология, все такое, поэтому не стоит к этому относиться слишком серьезно, да. Прикольно, что я прошла этот тестик, прикольно, что по одному из возможного у меня когда-нибудь разовьется шиза, но опять же, это просто тест из интернета, и почему нет, почему не поразвлекаться и не узнать о себе что-то большее. Я, конечно, вырезу какие-то части, где я читала, ну, типа, или молчала, но я оставлю для вас, чтобы вы могли посмотреть, почитать что-то, и, да, можете сами пройти эти тесты, ну, как обычно, спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, на Инстаграм, на ВК, на Твич, обязательно приходите на мои стримы, там мы развлекаемся, и всем спасибо за просмотр еще раз, всех люблю, всех целую, и всем пока!